Амдерма войдет в перечень населенных пунктов, получающих дополнительную поддержку для завоза товаров. Субсидию смогут получить предприниматели, которые готовы обеспечить товарами жителей отдаленного поселка. Чужих детей не бывает. В Ненецком округе увеличилось количество обращений на принятие детей-сирот в семьи. Грабители задержаны, их личности установлены. Сотрудники окружной полиции нашли злоумышленников, которые нападали на пожилых женщин и отбирали у них сумки. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирины Нежалова. Сегодня жители Ненецкого округа на время остались без мобильной связи сотового оператора МТС. По предварительным данным, обрыв связи произошел этим утром в результате обесточивания оборудования на узле связи публичного акционерного общества. При этом все базовые станции сотового оператора работали, поэтому на мобильных телефонах жителей округа отображался уровень сигнала сети. Информация об обрыве связи была передана в архангельский филиал ПАО МТС. В компании были предприняты меры и к 12 часам связь была восстановлена. Амдерма войдет в перечень населенных пунктов, получающих дополнительную поддержку для завоза товаров. Глава Ненецкого округа Александр Цибульский инициировал включение отдаленного арктического поселка в список населенных пунктов, для которых предусмотрен дополнительный вид господдержки субъектов торговли, обеспечивающих поселение продуктами. Таким образом, теперь субсидию смогут получить все предприниматели, которые готовы обеспечить товарами жителей Амдермы. Напомним, этим летом администрации округа был утвержден порядок предоставления нового вида государственной поддержки. Субсидия на возмещение части затрат по доставке продуктов в отдаленные поселки региона, расположенные на островах Колгуев и Вайгач в Баренцевом море. По инициативе Александра Цибульского этот перечень дополнит поселок Амдерма. Размер субсидии рассчитывается исходя из стоимости транспортировки продуктов и составляет 80% от затрат на доставку наземным транспортом, 95% от затрат на доставку всеми остальными видами транспорта, за исключением наземного, и 99% от затрат на доставку продукции местных товаропроизводителей. Субсидия предоставляется при доставке 18 видов продуктов, в их числе мясо, масло, сахар, чай, макаронные изделия, мука, крупы, свежие овощи и фрукты, молоко, кефир, сметана, сыр, колбасы и сосиски, произведенные на территории Нинецкого округа, соки и кондитерские изделия. В бюджете на 2018 год на данный вид господдержки предусмотрено 12 миллионов рублей. В Наринмаре подведены итоги конкурса предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. В результате 9 проектов предпринимателей получат поддержку из региональной казны, из них 4 стартапа будут реализованы на селе. Как сообщили в профильном окружном департаменте, всего на конкурс поступило 22 заявки от начинающих бизнесменов. В соответствии с заявками все победители получат гранты в размере от 388 тысяч до 1 миллиона рублей. Таким образом, в рамках третьего в текущем году конкурса грантов было разыграно порядка 5 миллионов рублей. По итогам последнего в этом году конкурса грантов при государственной поддержке на селе Ома появится цех по переработке древесины. В Несе откроется кафе «Блинное». В районе Нижней Пеши туристическая база, а в поселке Красное будет организована теплица для выращивания овощей закрытого грунта. В окружной столице впервые появится студия детского телевидения «Киндербум», ресторан быстрого питания, а также будут организованы предприятия по круглогодичному выращиванию клубники и проведению теплоизоляционных работ. В поселке Искателей при государственной поддержке округа откроется своя частная мини-пекарня. Всего из окружного бюджета на конкурсы грантов для поддержки начинающих предпринимателей в текущем году было выделено 12 миллионов рублей. Поддержку получили 24 начинающих бизнесмена. В следующем году региональный МРОД повысится почти на 20%. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Ненецком округе намерена установить минимальный размер оплаты труда на 2018 год в размере 18 567 рублей. При этом федеральный МРОД составит 9 489 рублей. Установленный уровень минимальной оплаты труда в Ненецком округе является одним из самых высоких в стране. Соответствующему трехстороннему соглашению о новом минимальном размере труда, заключенному между профсоюзами, органами исполнительной власти и работодателями, предстоит пройти оценку регулирующего воздействия. Увеличение МРОД на 2018 год произойдет на 19,7% или на 4 307 рублей. При расчете нового размера МРОД ориентиром стал прожиточный минимум для трудоспособного населения, установленный в НАУ во втором квартале текущего года в размере 21 844 рублей. С 1 июля МРОД уже повышался на 14% и составлял 14 260 рублей. Координатор трехсторонней комиссии, руководитель профильного департамента Сергей Свиридов пояснил, что в первую очередь установление такого минимума защищает интересы работников. Теперь работодатель не будет иметь право платить своим сотрудникам в месяц менее 18 567 рублей. Региональный размер минимальной зарплаты устанавливается для граждан, работающих на территории округа, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета. Зарплата последних не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. МРОД применяется для определения размеров больничных, пособий по беременности и родам, других выплат в рамках обязательного социального страхования. Исходя из МРОД, в России рассчитываются и взносы предпринимателей в пенсионные и страховые фонды. В НАУ увеличилось количество обращений на принятие детей-сирот в семьи. Региональные органы опеки отмечают, что в последние месяцы возрос интерес граждан к принятию сирот в семьи как на территории субъекта, так и за его пределами. В частности, потенциальные родители из других регионов стали обращаться чаще после того, как благотворительный фонд «Измени одну жизнь» снял и разместил в виде паспорта детей из Неницкого округа, которым нужна приемная семья. В ближайшее время органы опеки планируют устроить в семьи еще 16 сирот. Это дети в возрасте от года до 15 лет. Активно интересуются возможностью устройства ребенка семьи из Москвы. Также были обращения из Иркутска и Чувашия. При этом по-прежнему большинство кандидатов, замещающие родители, жители Неницкого округа. С начала года в НАУ усыновили 4 детей. 11 ребят были приняты в приемные семьи. Еще 10 детей взяты под опеку. В прошлом году в замещающие семьи было устроено 38 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целом, в настоящее время более 80% всех сирот округа живут в семьях. В детском доме воспитываются 72 ребенка. Из них 71 в возрасте от рождения до 18 лет находятся в региональном банке сирот. Большинство детей-сирот старше 10 лет. В том числе в банк данных возвращаются те дети, чьи приемные родители от них отказались. В этом году таких 7 человек. Что касается потенциальных родителей, на сегодня в окружном банке кандидатов состоят 14 семей. Сотрудники окружной полиции задержали похитителей дамских сумочек. Ими оказались молодые люди 16, 17 и 18 лет. Как мы уже сообщали ранее, на своих жертв злоумышленники нападали в темное время суток, вырывали из рук сумки и скрывались с места преступления. По информации Пресс-службы окружной полиции, в период с 1 по 5 декабря в дежурную часть обратились трое жителей из города, пострадавших от действий грабителей. При этом последней заявительнице в результате нападения причинены телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в окружную больницу. Полицейским преступники рассказали, что они ездили на автомобиле по улицам города в поиске одиноко идущих престарелых женщин. Найдя подходящую жертву, молодые люди оставляли машину, шли за женщиной и в момент, когда их никто не видел, вырывали из ее рук сумку, быстро скрывая с места преступления. В настоящее время все злоумышленники заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Ведется следствие. Ненецкий округ снова стал объектом телевизионщиков. На этот раз снимать программу о культуре и традициях Заполярного края приехала команда телеканала «Раша Тудей». На протяжении трех дней съемочная группа снимала две серии кулинарного тревел-шоу «Тейстов Раша». «Тейстов Раша» – это новый проект телеканала «Раша Тудей», нацеленный прежде всего на американского телезрителя. Два ведущих – русский и американец – путешествуют по России, изучая достопримечательности и культуру региона. Главным образом – через национальную кухню. По словам режиссера программы Марии Стреминой, второй ведущий заболел и не смог принять участие в съемках программы. Однако и с одним ведущим программа получилась насыщенной. Удалось снять сразу две серии тревел-шоу. Здесь будет часовая история, потому что это две серии будет. Мы здесь снимали одна рыбная серия, другая оленя серия. Я в жизни пробовал оленину до приезда в Ниль-Янмар один раз, и она мне дико не понравилась. И когда я попробовал впервые позавчера, я понял, что я не оленину пробовал, а что-то какую-то гадостью. Потому что оленина здесь – это фантастика, очень вкусно. И столько разных блюд из нее делается. Прям здорово. Съемочной группе удалось побывать в настоящем оленеводческом стойбище, покататься на оленеупряжке, поставить чум и узнать о национальных видах спорта. Даже Аскар, который вроде бы живет в России, для него это было очень экзотично и очень интересно. Для всей съемочной группы, на самом деле. Потому что это действительно интересная, совсем другая жизнь со своей философией. 24-я и 25-я серии о культуре и кухне Нинецкого края выйдут в эфир телеканала «Раша Тудей» весной 2018 года. Должность чум-работница вошла в реестр профессий России. С Нового года труженицы Тундры начнут получать заработную плату. То им будет начисляться пенсия и все положенные социальные выплаты. Наринмар готовится ко встрече Нового года. На территории города объявлен конкурс на самое праздничное оформление дома. Строительство зимника Наринмар-Усинск идет в плановом режиме. По информации Наринмар-Доримстроя, на сегодняшний день строительство главной зимней автодороги, которая соединит Нинецкий округ с соседней республикой Коми, идет в плановом режиме. Дорожники занимаются закреплением и восстановлением трассы, а также выполняют проминку полосы автозимника бульдозерами и обустраивают снеголедовые дамбы. Работы ведутся двумя субподрядными организациями, отвечающими за 55-километровый и 15-километровый участки. Со стороны Усинска на 15-километровом участке полностью выполнены работы по закреплению и восстановлению трассы. В проминке полосы автозимника бульдозерами ведется работа по устройству ледовой переправы через реку Лая, параливка и уплотнение проезжей части. Со стороны Наринмара закрепление и восстановление трассы выполнено на 60%. Это 33 километра. Проминка полосы автозимника бульдозерами на 49%. Это 27 километров. Также субподрядные организации приступили к установке деревянных вех со светоотражающими элементами. Всего на зимнике на сегодняшний день установлено 775 вех. Помимо этого, в настоящее время дорожники занимаются обустройством снеголедовых дам через реки Шапкино, Лая-Вош и Харьяха. На временной дороге, как и в прошлом году, будет организовано три дорожно-ремонтных пункта. В них водители, попавшие в чрезвычайную ситуацию, смогут отдохнуть и дождаться помощи. Между ДРП, окружным департаментом строительства ЖКХ энергетики и транспорта, а также службами МЧС и ГИБДД будет обеспечена связь. Акционерное общество мясопродукты приступило к доставке сырья с убойных пунктов округа. По информации предприятия, на сегодняшний день вывезено 26 тонн сырья с убойного пункта СПК Хар в поселке Красное. В целом, доставка мяса в Наринмар будет осуществляться до марта 2018 года. Всего предприятию предстоит вывезти около 842 тонн оленины. Доставка оленины в эти дни также производится с убойного пункта в районе Шапкино. Там убой проводит СПК Ижимский оленевод ЭКО. Также в мясопродуктах ожидают начало убойной кампании в остальных хозяйствах, которые приступят к заготовке оленины, как только в регионе установятся устойчивые морозы. Сейчас многие бригады не могут подвезти свои стада к убойным пунктам, поскольку до сих пор не замерзли водоемы, которые предстоит преодолеть. По информации предприятия, доставку оленины, как и в прошлом году, будут производить наземным и авиатранспортом. Вывоз на машинах зависит от даты открытия для движения основного зимника. На вертолетах Ми-26 планируется доставка сырья с убойных пунктов Нижняя Пеша, Коткина и Индига. Такие типы воздушных судов могут взять на борт до 20 тонн груза. Расходы на доставку сырья, которые направляются в промышленную переработку, частично компенсируются за счет средств окружного бюджета. На следующий год на эти цели в региональной казне предусмотрено свыше 18 миллионов рублей. На сегодняшний день общество мясопродукты заключило с оленеводческими хозяйствами договоры на поставку оленины на общую сумму порядка 137 миллионов рублей. Контрагентам в счет будущей поставки уже выплачен аванс в размере 24 миллионов. Должность чумработница вошла в реестр профессии «Россия». С нового года труженицы Тундры начнут получать заработную плату. Им будет начисляться пенсия и все положенные социальные выплаты. Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Ямала-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина. В ЗАГС собрания Ямала инициатива ввести профессию чумработницы звучала не раз, но на уровне отдельно взятого субъекта сделать это невозможно по закону. В некоторых хозяйствах женщин оформляют оленеводами третьего разряда, компенсируют их работу социальными выплатами. К слову, в колледжах Ямала задолго до внесения инициативы в Минтруд уже обучают навыкам работы в традиционном жилище аборигенов Крайнего Севера, то есть, по сути, уже учат на чумработниц. Как отмечают в правительстве Ямала, зарплата чумработницы должна быть не меньше прожиточного минимума. Самый красиво украшенный дом выберут на конкурсе «Новогодняя сказка». До 18 декабря горожане могут подать заявку для участия в конкурсе на лучшее новогоднее оформление многоквартирных и частных домов. Конкурс проводится по трем номинациям. В первой определят лучшее новогоднее оформление «Новый год в нашем дворе», во второй – лучшее новогоднее оформление частного дома «Новый год у ворот» и в третьей номинации за оригинальное световое оформление окна в многоквартирном доме «Новый год в моем окне». Для участия в городском конкурсе необходимо предоставить заявку и по возможности фотоматериалы. Победители, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и денежными премиями от 3 до 15 тысяч рублей. Все участники конкурса будут награждены благодарственными письмами. Конкурс направлен на создание праздничного облика города в преддверии новогодних и рождественских праздников, создание праздничной атмосферы для горожан и гостей города, стимулирование общественной активности населения в деле содержания жилищного фонда. Заявки необходимо направить в городскую администрацию. Подробную информацию можно получить по телефону 4-21-56. Отличную физическую и техническую подготовку показали участницы соревнований по пауэрлифтингу. Во Дворце Спорта Норд прошли ежегодные соревнования на Кубок Нинецкого округа по пауэрлифтингу и жиму лёжа. В них приняли участие 36 человек. Это воспитанники Дворца Спорта Норд и спортивной школы труд. В своих весовых категориях и в абсолютном зачёте среди женщин победили Галина Подлёднова и Ирина Тарасова, выполнившие норматив первого спортивного разряда. Они будут защищать честь Нинецкого округа на всероссийских соревнованиях в мае 2018 года. Остальные девушки и юноши выполнили спортивные и юношеские разряды в своих весовых категориях. Среди мужчин в абсолютном зачёте победу одержали Денис Гончаров, Руслан Костылев и Сергей Ермолин. Победители и призёры награждены дипломами, медалями и кубками. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.